всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня разговор пойдет об обрезке как обрезка влияет на растения я вам покажу несколько растений которые я обрезала совсем недавно принципе и как они сейчас выглядел начнем с абутилона ну вот посмотрите как выглядит мой абутилон если вы видели мое прежнее видео как я его обрезала и каких размеров он у меня был он у меня даже не стоял самостоятельно у него такие плети большие были он просто у меня там была у него как бы вот он там специально его держала опора и он у меня по стене весь вился и вот сейчас после обрезки какой шикарный кустик вообще я просто вообще и он очень пушистый прям красота да и только такая зелень красивая он даже когда не цветет очень декоративно и на самом деле у него лист похож на кленовый так что по моему мнению обрезка пошла на пользу вот еще раз посмотрите ведь сверху какие листья а теперь давайте посмотрим как прошла обрезка у генвили какой результат причем обрезка была неделю назад и вы посмотрите сколько много почек проснулась у нее посмотрите прям вообще очень много здесь на одной ветке 3 проснулась почки здесь вот 2 здесь 4 тоже то есть вот вообще очень хорошо сейчас она у меня распушится будет красавица если освещение будет достаточно то она может и зацвести вот посмотрите видите и везде на каждой веточке вот так вот почки проснулись то есть растение очень хорошо отзывается на обрезку они становятся пушистыми и это конечно провоцирует еще цветение и вот моя туранта посмотрите вот видите какая она стала пушистая я ее постоянно вот прищипываю и она дает побеги я хочу чтобы такое пушистое пушистый кустик вырос она у меня было черенком и он такой один был и вот с одного она вот так распушилась причем за короткое время то есть я считаю что у дуранты после обрезки очень хороший результат то есть у нее вот здесь вот видны и почечки это возможно даже цветочные а теперь посмотрим на наши любимые одежки как они перенесли обрезку они обрезку перенесли тоже очень хорошо тоже за короткое время у меня вот эти ветки были все обрезанные кроме вот это она потому что меня всегда цветет и жалко обрезать а здесь посмотрите какой результат вот видите на одной ветке две почки да еще такие пушистые вообще пошли здесь тоже здесь распушился видите вот здесь почка проснулась еще здесь вот растет то есть даже в такое время в осеннее очень хорошо а вот другой мой сорт адениум а здесь посмотрите что творится здесь здесь проснулись да такие пушистые вот здесь почка проснулась ну прям вообще я считаю тоже результат отличный а это вот мои сеянцы посмотрите после обрезки на одном стволике прям три веточки пошло да я считаю тоже очень здорово вообще и здесь вот две то есть он вообще пушистый такой будет видите какой то есть вот все экземпляры которые обрезал у них везде почки проснулись и я уже говорила что за короткий срок но у меня здесь хорошая подсветка такая очень про подсветку кстати смотрите следующее видео я изменила свою подсветку и заметила результат у меня после этого ну мало того что стали очень хорошо расти обрезанные у меня еще заложил бутоны вот адениум взрослый вот у него на трех ветках вот прям везде такие бутоны но я думаю уж такой с подсветкой он их вытянет ну хотя бы некоторые точно выйти и вот у моего большого адениума тоже вот эта ветка я не обрезаю за бутонов посмотрите вот пожалуйста я думаю это тоже повлияло на него подсветка и перейдем сейчас крас андре вот такая красавица и это же она себя чувствует очень хорошо она кстати тоже обрезки хорошо переносит я вот как раз хочу и сейчас вот эту веточку немножко прищипнуть она в принципе такая вот я просто и вот здесь прищипну чтоб она давала боковые побеги не вытягивалась здесь тоже можно серединочку и хотя вот здесь вот бутончик у нее перед бутончиком можно вот эту макушку и срезать чтобы у нее боковые пошли хорошо провоцирует так пушистый кустик очень листва красивая бугенвилли вот вообще тоже любят очень обрезку вот это другой сорт мы будем вели вот она тоже была у обрезана и вот у нее прям везде 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 просыпаются почки вот видите вот почки проснулись тоже то есть я думаю что она у меня еще и зацветет но прежде чем обрезать вы должны подумать как вы хотите дальнейшем чтобы выгладить выглядела ваша раз вот в данном случае я вот этот сорт бугенвилли не обрезаю я хочу чтоб она вот так велась у меня здесь по окну лианной я хочу чтоб вот эти грозди цветов это у меня белая махровая свисали но бывает исключение из правил вот у меня бугенвилли я я практически ее не формирую один раз на прищипнула ее и вот она как-то вот так вот у меня растет мне очень нравится меня устраивает ее вообще вид и она вот как-то вот сильно не вытягивает побеги но если конечно вот этот побег сейчас начнет я его прищипну конечно я и не дам сильно его вытягивать но дело в том что вот она сформирована у меня вот сама сформировалась и вот кстати раз речь пошла о бугенвилли это вот из моих недавних приобретенных вот сортов шоу кап мульти вот она у меня прицветники вот такие заложила она их должна окрасить наполовину ну пока еще не окрашивала просто думаю солнце не хватает для того чтобы она окрасила ну надеюсь что она окрасила прицветники очень большие и вот мы трахила сперму я его постоянно стригу и вот видите он такой пушистенький у меня становится и у него появляются побеги постоянно он то есть к обрезке очень хорошо относится вот мой красавец еще какой это тоже он у меня с черенка он рос одним прямо череночком и вот после обрезки он у меня ведь какой пушистый стал это клиродендрум олечен такие листья шикарные красивые блестящие это моя диплодения кудряшка я ее постоянно прищипываю посмотрите какой пушистый кустик уже получается у нее вот здесь вот еще почечка проснулась пусть это откладывается цветение но я вот хочу сформировать именно пушистый кустик начале но вот бугенвиллию можно формировать даже не методом обрезки а вот смотрите вот эти длинные ветки я их обрезала вот кончик да у нее и воткнула просто в землю я не знаю может они там корни далее не смотрела но дело в том что смотрите результат такой видите везде проснулись вот эти почки боковые то есть вот бугенвиллия мне кажется это вообще такое растение что с ней тоже можно творить все что угодно и меня частенько в комментариях спрашивают как я обрезаю стефанодис я его ну практически наверно не трогаю вот ну конечно вот он сейчас выпустил вот эти плети вот которые я достаю я либо их закручиваю некоторые я обстригаю потому что он светит на боковых побегах и вот чтобы простимулировать его цветение все-таки нужно вот эти усики ему обстригать просто если вот видно откуда он растет этот ус вот этот вот длинный вот и я как бы но здесь вот цветоносов то особо на нем и нет просто его можно просто ну начнут сами конечно он кстати так хотела его отломить нет не получается надо ножницами ну вот так вот допустим и вот этот усик тоже как вы захватить тоже можно прищипнуть ну тут мне конечно уже не достать и его можно куда-то вот направить то есть про стимулировать вот эти вот боковые чтобы он выпускал побеги в общем вывод такой обрезка конечно мы немножко притормаживаем цветение но взамен мы получаем очень красивые формы пышный кустик и здоровый вид растения то есть когда растение не вытягивается такое знаете пушистое оно имеет декоративный вид а цвести оно зацветет время придет и зацветет и еще больше цветов будет на растении так как у него будет больше веточек увидимся в следующем видео